Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 сентября, Православная Церковь совершает память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Апостол Тит был уроженец острова Крита, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию и древних поэтов. Занимаясь науками, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. Он соблюдал девственность, как засвидетельствовал о нем священомученик Игнатий Богоносец. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления. И действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божьих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47-й главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого от тяготевшего над ним первородного греха. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал Его проповедь и уверовал в Него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, Его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как двенадцать апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили разными языками, в том числе на языке кретян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных церквей, и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к семидесяти апостолам и рукоположен апостолом Павлом воепископа Критского. Около 65-го года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен в Рим на суд Кесаря, святой Тит оставил временно свою кретскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Брита – Гартину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитве апостола Тита, идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94-х лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершаются празднования в честь перенесения мощей апостола Варфоломия, а также память святых, святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских и протагена Исповедника, епископа Корийского, святителя Мины Патриарха Цареградского, а также новомучеников и исповедников российских, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин